Друзья, сегодня третья книга Царства. В начале книги идет речь о последних днях жизни царя Давида, родоначальника царского рода, Иудея. Он состарился, вошел в преклонные лета. И вот здесь неожиданно может быть для нас в священном тексте идет речь о том, что царь Давид был немощен по старости своей, его покрывали одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его, пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И искали красивой девицы во всех пределах израильских и нашли Ависагу, цунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива. И ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал никого. Для того, чтобы понять, для чего идет речь об этой старческой немощи царя Давида, нам нужно забежать немножко вперед. У царя Давида был сын Адония. Вы помните, как он добивался царства. Он создавал себе постепенно маленькое войско, обзаводился колесницами, склонял на свою сторону влиятельных людей царского двора. И в результате он потерпел поражение, потому что пророк Нафан известил Версавию, жену царя Давида и Матерь Соломона, о том, что готовится переворот государственный. И Версавия вошла к Давиду и рассказала ему обо всем. А вернее сказать, дополнил эту речь, восполнил сам пророк Нафан, потому что он позже вошел. И в результате этого диалога царь Соломон, при ней сказать Соломон, царевич, был поставлен на трон законным образом. И все-таки признал свое поражение Адония и те люди, которые окружали его. И в принципе уже они праздновали воцарение Адонии. Помните, да? Он заклал много животных. Одним словом, пир горой был. И вот в разгар этого пира они услышали движение в Иерусалиме. И когда они узнали, что это воцарение Соломона происходило, все разошлись своими путями. И сам Адония побежал в храм и схватился за рог жертвенника. Мы должны вспомнить из предыдущих книг, что по закону мог человек, я подчеркиваю, незаконно обвиняемый в убийстве, если ему угрожала рука мстителя, войти в храм и взять рог жертвенника. Ну, рог жертвенника – это часть самого жертвенника. Венчался по углам жертвенник такими рогами, изогнутыми вне. И вот он ухватывался за этот рог невинно обвиняемый. Или, скажем, убивший, но убивший неумышленно. И, собственно, это продлевало время для расследования и так далее, и так далее. То есть, одним словом, давало возможность человеку уйти от мстителя. И Адония воспользовался случаем, собственно, он-то не убивал, но он совершил государственный переворот. Это очень страшный грех. И Соломон пощадил Адонию. Казалось бы, Адонии нужно быть благодарным на всю жизнь оставшуюся Соломону за его мудрое решение. Хотя таких вот пучистов и так далее по тем законам не щадили. То есть, их убивали. В нем осталось это стремление захватить царский престол. И помните, как он обратился хитро и лукаво к Версавии, к матери Соломона? Чтобы она ходатайствовала перед Соломоном. И Соломон дал ему жены, девицу по имени Ависагу. Для чего? Для того, чтобы... А, Венеска, тут нужно заметить. По древним законам, Если кто-то овладевал женой или наложницей царя, то он входил в права царя, престола наследия. Помните, что совершил Ависалом в Иерусалиме на виду у всех? Что? Совершенно верно. Этим самым он хотел подчеркнуть, что он является законным наследником через вхождение к наложницам, законным наследникам царя. И помните, как мудро Соломон ответил Версавию. Она все-таки не догадалась об истинных намерениях Адонии. И отвечал царь Соломон, и сказал матери своей, А зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку, для Адонии? Проси ему также и царства. Понимаете? Ибо он мой старший брат. Все здесь почетно. И старший брат. Потому что, если старший брат, брат, он по первородству, понимаете, должен войти в престола наследия. И ему священник Авиафа, Иав, сын Соруин, военачальник, друг, и поклялся царь Соломон Господом, говоря, то и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престол Давида отца моего и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть. И послал царь Соломон в онию сына Иадаева, который поразил его, и он умер. Для того, чтобы понять такую кровавую логику, для этого нужно, вернее сказать, мы здесь еще обратим внимание на некоторые, такие, скажем, неудобоваримые моменты. Завещание царя Давида, помните, последнее завещание и распоряжение царя Давида Соломона, чтобы он умертвил некоторых людей? Во-первых, Иоава, а Иоав, он был военачальником, и второй человек, Семей. Помните, с чем связано имя Семей? Что-что? Когда он бросал камни, помните, когда уходил из Иерусалима царь Давид? Еще ругал. Что-что? Еще ругал. Да, ругал, поносил всяческими словами нехорошими. С одной стороны, царь Давид по своему великодушию прощает Семей и прощает Иоава за те убийства, которые он совершил, безволен царя Давида. Я имею в виду Авенира и Амисая. Да, и Амисалома само собой. Еще Амисая. Вот с одной стороны, было прощение царем Давида. А с другой стороны, он все-таки дает это распоряжение. Может быть, даже не совсем распоряжение, это скорее на рассуждение, на рассуждение своему наследнику, чтобы он умертвел. Помните даже, какие он слова произносит? «Ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести седину его в крови в преисподнюю». Что-что? Это значит голову преисподнюю не звести. Нет, нет, нет. Нужно понять, в принципе, мы в этом уже убедились и убеждались неоднократно, что практически не было такой силы покаяния у ветхозаветного человека, чтобы это покаяние было способно изменить его жизнь. Не было исцеляющей благодати Божией, которая могла бы исцелить душу человека. была скорее какая-то психологическая перенастройка сознания человека. Но при самых благоприятных условиях козлу человек опять падал. И царь Давид, как все-таки человек Божий, он знал подлинную сущность этих людей. он понимал, что Горбатого могила исправили. И если сейчас не казнить этих людей, то они постоянно будут устраивать всевозможные предательства, перевороты, путчики и так далее. Обратите внимание, Иоавв, он показал свою предательскую сущность тем, что он на стороне, несмотря на то, что царь Давид еще был жив и не высказал своей воли относительно престола наследника, он уже собрался с Адонией и праздновал воцарение Адония. Семей имел такую же сущность. Затем помните, как Иоав последовал примеру Адония и он вошел в скинье и ухватился также за Рога. Вот ситуация здесь совершенно другая. Иоав был повинен в крови и нам в исходе 21 главе в 14 стихе нам говорится о том, что можно казнить мстителю умышленного убийцу, который с умыслом убил по своей воле. можно даже казнить его там у жертвенника. Так что Соломон не совершает здесь нарушения закона, когда дает указание казнить его на месте. В смысле казнить Иоав нам говорится, что он безведомо отца моего Давида Авенира, сына Нирова военачальника Израильского и Амисая, сына Иеферова военачальника Иудейского убил. И в этой же главе в ближайших стихах идет речь о том, что Соломон имел разум, выше разума всех сынов Востока и всех мудрых Египтян и взял за себя дочь Параона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего, его первым дома Господня и стены вокруг Иерусалима. Идет речь о мудрости Соломона и о тех решениях казни, значит, эти решения были продиктованы исключительно мудростью его. Затем в третьей главе нам говорится о браке Соломона с доченью фараона. Вообще такой очень момент знаковый. Еще нельзя сказать не так давно, конечно, потому что прошло уже все-таки где-то четыреста лет с тех пор, как евреи были рабами у египетского фараона, а сейчас мы видим Соломон во славе своей царской вступает в брак, в родство из фараонов египетских. хотя мы-то понимаем прекрасно, что это было нарушение закона Моисеева. никто не имел права вступать с язычницей в брак, потому что связь настолько становится близкой и глубокой, что в результате израильтяне, вступившие в брак, начинают чтить и поклоняться идолом и языческим божеством. Что, собственно, и произошло с Соломоном с вами. Это, несмотря на то, что Господь сам говорит, я дважды тебе являлся, это не просто было явление, а это было дарование Господа Соломона, великого дара мудрости. Не было такого дара, даровано Богом, кому-либо до него. Никто не получал такого дара. Действительно, мудрость Соломона поражала всех. И, как нам свидетельствует Писание, что многие люди приезжали для того, чтобы послушать мудрости Соломона. Конечно, человек, который имеет великое дарование Бога, он носит определенную опасность для себя. Почему в новозаветное время, когда Господь даровал святым людям более духовной рассудительности, нежели это мог вместить ветхозаветный человек, то, как правило, святые люди отказывались от каких-либо великих дарований. Или, если Господь и давал какие-то дарования, великие дарования благодатные для человека, то человек во многих случаях не подозревал о том, что он является носителем какого-либо духовного дара. для того, чтобы его сердце не восчиславилось, чтобы оно не возгордило сердце человечества. Потому что очень тяжело носить в себе славу Божию, очень тяжело носить в себе Божественную жизнь. Мы порой человеческим внутри себя очень гордимся, если мы имеем какие-то умственные способности может быть больше кого-то, физические силы, когда мы имеем какие-то другие человеческие таланты. И мы даже общаемся с такими людьми, которые смогут как бы наши таланты оценить, понять, ну и соответственно это все очень импонирует тщеславие человека. И не обошла эта всеобщая болезнь и царя Соломона. Царица Савская, тоже очень известная, именитая царица, она приехала с одной целью, чтобы послушать мудрость Соломона. Она даже приготовила по древнему, восточному обычаю загадки. Она загадывает. Видимо, советники ее подготовили самые трудно отгадываемые загадки. И тем не менее, он без всякого труда отгадывает эти загадки. Она была, как в книге Пареллипомена, во второй книге, сейчас забыл слово даже, но она была настолько поражена, как-то вот так мысль там выражена. Она была поражена. И конечно, нам это известно тоже, мы в этой книге не очень много узнаем о его мудрости за, наверное, один только случай, такой очень яркий, когда, помните, две женщины. Что-что? С ребеночками. Да, с ребеночками. Нужно заметить две блудницы, как там говорится. То есть у них были незаконорожные дети. И в результате он очень мудро рассудил. Я не буду повторяться, вы помните эту прекрасную притчу, потому что вы ее читали. Но притчи Соломонова, притчи Соломона, они очень красочно говорят о его мудрости. Много и других книг, которые зафиксировали мудрость Соломона, они просто не вошли в свод ветхозаветных книг. А где они не выпущены? По ветхе с ней? Вы знаете, я не могу сказать, скорее всего, наверное, где-то, может быть, гуравида. Там ссылаются на книги, где можно прочитать о том-то, о том-то. Вы знаете, есть много книг, которые не вошли именно в этот свод священных книг Ветхого Завета, но на них в канонических книгах есть ссылки. И я точно не могу вам сказать, сохранились если эти книги может быть и не сохранились. Если они сохранились, то, видимо, используются они у равинов. И да, то есть я не могу вам сказать точно, потому что у меня нет точных сведений. Просто есть ссылки на эти книги, но я думаю, что нам достаточно тех книг премудрости Соломона, которые имеются в своде Ветхозаветных книг. И вы помните эту предысторию получения дара мудрости? Действительно, в нем было смирение. Он еще имел это смирение, вернее сказать, и он попросил, чтобы Господь дал ему мудрость, управлять своим народом, своим государством, потому что он сказал, ты, говорит, уже мне все дал, я вошел в наследство дома Давидова, я стал престолонаследником, все я получил, и все в изобилии, ты дай мне только мудрость управлять этим народом. И Бог подарил да, и Господь дал в результате все, Он сказал, что ты меня богатства не просил, ты не просил таких вещей земных исключительно, я тебе дам все. И в результате Господь дал ему действительно все, и славу, и землю, и богатство, но помните, как апостол говорит, знание человека надмивает, а любовь назидает. Знание это великая сила с одной стороны, а с другой стороны это действительно очень опасный дар, его очень тяжело носить, очень тяжело, потому что каждый человек видит свое превосходство знающий человек и надмивается. Здесь очень ярко показано падение величайшего царя иудейского Соломона. Стал строить капище жертвенники вначале как будто для своих жен и для купцов, которые приезжали отовсюду для того, чтобы торговать в этом замечательном, прекрасном государстве Израильства. Но, конечно, он и этого не имел права делать, то, что он сделал. Но, тем не менее, началось нарушение закона. Конечно, есть еще очень один положительный момент, который совершил царь Соломон. Это мечта, которую он воплотил в жизнь, мечта царя Давида, его отца, строительство храма Иерусалимского. Много заготовил строительных материалов царь Давид, потому что очень хотел как-то поучаствовать в строительстве храма. Помните слова Иоанна Кронштадтского? Он говорит, кто хоть камешек положит в основание храма, тот не будет забыт у Бога. очень важно понимать, что когда мы строим храм, то в каком-то смысле мы строим дом самому Богу, который не нуждается ни в каком жилище, но он желает обитать в храме. Мы строим дом самому Богу, но только подумать над этим. конечно он не нуждается в рукотворенных домах, но именно здесь мы как-то чувствуем, что мы можем встретиться с Богом. В храме храм это место встречи человека и Бога. Бог может встретиться везде с нами, но мы-то не везде можем встретиться с Богом. Но как нас вдохновляет прекрасное богослужение в храме, прекрасно оформленный храм, все это конечно возводит ум и сердце человека над суетой этого мира. И царь Давид очень хотел отблагодарить Бога за ту любовь, которую Господь оказал ему в щедрости. И в результате Соломон приглашает лучших строителей и в течение семи лет строится и завершается строительство этого храма. и тем не менее, когда он, можно сказать, произнес такую вдохновенную речь, помните, когда уже был построен храм, и молитва, она, я бы сказал, переросла его самого, потому что здесь он говорит и о язычниках упоминает, и с какой заботой и любовью он возносит свою молитву о своих подданных, помните, как он просит, что если они будут и согрешать, будут отпадать, но будут приходить в этот храм, приносить жертвы, совершать свои молитвы, то ты, Господи, не отвергай их. Это действительно молитва любящего отца и истинного пастыря и царя. И вот есть такие слова, если иноплеменник, это 41 стих 8 главы, который не от твоего народа Израиля придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я поставил. Это действительно прорыв духовный, потому что мы знаем, насколько узконационалистично иудейское сознание, насколько оно обращено только на себя, а здесь он молится о иноплеменниках, о язычниках, и очень важно, что Господь второй раз открывается Соломону и говорит о том, что он принял молитву и принял этот храм. Это в девятой главе идет об этом речь. Но также Господь и предупреждает, что если вы будете отступать от меня, это седьмой стих девятой главы, я истреблю Израиля с лица земли, которую дал ему, и храм, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов, и о храме всем высоким, всякий приходящий мимо его, ужаснется и свистнет и скажет, за что Господь поступил так сей землею и с сим храмом, и скажут за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им, за это навел на них Господь сессии бедствия. Конечно, доходы царя Соломона были сказочные, и здесь перечисляется, сколько людей участвовало в строительстве его дворца. Если храм строился семь лет, то его дворец строился тринадцать лет, и все для того, что помните кого ввести туда, в этот прекрасный сказочный дворец. Дочь фараона. А почему престол они там строили? Что-что? Престол строили в своем дочке. Нет, престол это царский, это престол не иметь виду, нет, да, престол, он же тоже называется престол. Да, и тем не менее, не только одна была любимая его жена, а помните, что у него, конечно, да, было огромнейшее количество жен и наложниц. Париж, это не дело не любимой жене, а дело каком-то престиже, что перед Египтом, что вот мы ведь тоже можем, такие маленькие, вот мы говорим. Вы знаете, да, это связано с престижем, это связано с престижем, почему, потому что уважающий себя деспот восточный, он обязательно должен иметь большой горе, много жен, все это да. Любимая жена не будет годами жить. Но понимаете, проблема-то даже не в женах еще, а проблема еще в том, что эти жены оказали на него огромное влияние, и дар был попран, дар мудрости, который он получил от Бога, был попран, потому что он поступал как несмысленное дитя под руководством своих жен, язычниц. Он выстроил капища и сам приносил там жертвы идолам вместе с ними. То есть, Господь допускает гаремы. Помните, это не только у него, практически у всех правителей и того времени в Ветхого Завета у всех были, но здесь идет что-что? Законно? Законно? Вы знаете, нет, нет, законно не было, но помните, как-то Господь говорит царю Давиду о том, что я ж тебе сколько дал и жен, и наложниц. И ты возрел прелюбодеянно на Версалин жену Улья. Неужели тебе мало их было? Господь попускает по немощи и слабости того времени. Потому что, помните, мы говорили о том, что Господь допускал какие-то слабости и Господь говорил, что по жестокосердию вашему, сказал вам Моисей. Но так изначало не должно быть. Что? Что? Это для простолюдин простолюдин что одно врачие, одну жену иметь. Да нет, а Господь как сказал, когда, значит, подошли его и искушали относительно того, значит, можно ли давать значит, распадную. Помните? И Он сказал о том, что изначало так не должно быть. Должно было быть, что сотворил, значит, Господь мужчину и женщину, сотворил их. Для чего Он сотворил? Для того, чтобы они жили, значит, двое вплоть един. А то, что потом случилось, это все по жестокосердию Моисей разрешил. То есть, попущение было, но, конечно, это все не было определенным таким, вот, знаете, законом, который, как как будто, ну, обязывал, понимаете, вот, если ты из благородных кровей, то обязательно у тебя должны, должен быть горе. Нет, конечно. Что-что? Ну, так получилось. Ну, сколько ты кормишь. Ну, вот, то, что мы имеем, то мы имеем, но мы видим прежде всего, что Господь, его, собственно, не осудил именно за многоженство. Господь осудил его за то, что он послушался своих женщин-язычниц, и что он вступал в брак с язычницами. Вот о чем идет речь. То есть, мы прежде всего должны воспринимать священный текст, именно с точки зрения религиозной, через призму религиозную должны смотреть. То есть, прежде всего, религиозные ценности, они являются основными ценностями. Так. И конечно, нельзя не отметить, что у царя Соломона евреи были только вернее сказать, с кем они не были. Они не были рабами. Они не были рабами. То есть, они были воинами, они были его слугами, они занимали какие-то там должности, правящие должности. когда и совершалось строительство храма, и строительство его дворца, но он не угнетал рабством своих соплеменников. Но если другая сторона он возложил, но если не непосильное бремя даний и налогов всевозможных, то тяжелое. А впрочем и вы знаете непосильное, потому что потом, после его смерти, к его сыну Равааму подойдут израильтяне и будут требовать, настаивать, чтобы он уменьшил налог. Налог совершался таким вот необычным образом было разделено население на 12 округов, ну там не уточняется, но скорее всего на 12 колен, видимо, эти округа, и каждый округ должен был приносить налог один раз в году, то есть он должен полностью царский двор со всеми дворянами обеспечивать один месяц в году, один месяц в году. Так, в принципе о Соломоне мы обговорили основные моменты, если потом будут вопросы, вы мне зададите. переходим к да, нужно еще отметить все-таки за грех Соломона, идолопоклонство, Господь предрекает ему наказание. Батюшка, в общем-то у практически Соломона пошло падение Израиля, да? Вы знаете, да, и это однозначно, это однозначно. Батюшка, лишь он был такой мудрый, женился на это. Но мы же обсуждали это только что момент, о том, что дар Божий можно носить только в смирении человека. Попущение Бога просто это было сделано. Ну как попущение? Все попущение Бога. Все абсолютно в этом мире Господь значит попускает, чтобы воля человеческая осуществилась. Но идет речь о том, что он обладал этим даром мудрости, и он попрал в себе этот дар рассуждения, потому что разве могла его мудрость, а ведь мудрость, она основывалась прежде всего на чем? На истинах Божьих. А разве истины Божьи говорили о том, что нужно вступать в брак с язычницей? Нет, конечно. Он не только мудрость, которая внутри него, которую ему исключительно Господь даровал, но он попрал и ту мудрость, которая была написана в законе, нельзя было вступать с язычницей в брак. И Господь же предупреждал, почему нельзя? А потому что если вы вступите, то вы в скорости начнете поклоняться их божествам? Мудрость была от Бога выпрошена ей. Ну, в каком-то смысле да, потому что Господь сказал «Исти у меня», но Господь предложил им. Батюшка, а вот когда они храм уже светили, вошли туда, внести ковчех, только черья катались и не спижали, а туда делся посол Соломона и Мана небесная. Вы знаете, об этом нигде не говорится, да? Вы знаете, об этом да, не говорится. Оно было утрачено, на что он уже вскрывался? Но, видимо, да, потому что, помните, когда филистимляне захватили копчег, и, может быть, утрачено было, значит, сосуд с манной и жезл Аарона. Неизвестно. Можно только догадываться. Так вот, начались интриги внутри государства еще до смерти Соломона. Это и некто разум, значит, рутовал народ и восставал. И Ахия, пророк, напророчествовал Иеравааму, который возглавлял часть строительства храма Соломона. Он напророчествовал ему о том, что он станет царем десяти колен израильского. Но в скорости стало известно царю Соломону, что Иераваам унаследует власть над десятью коленами, и он бежал в Египет. После смерти Соломона наследует престол Иеравааму. И когда обратились израильтяне, мы уже об этом говорили, чтобы он смягчил налогообложение по неразумности своей, по молодости своей, он, хотя он и сказал, что я посоветуюсь, и он начал советоваться старейшинами, старейшины ему правильно все сказали, чтобы он действительно смягчил налогообложение, и тогда ты сможешь царствовать над ними. А нужно понимать, что эти десять колен, это действительно всегда была проблема. И царя, знаете, невозможно, вообще невозможно было по существу без всяких пагубных последствий назначить царя над двенадцатью коленами. И ты понимаете, каждое колено считало себя самодостаточным. Это двенадцать народов. И когда царь Давид выходец из Иудина колено зашел на престол, то, конечно, все были в зависти. Они восхищались бесконечно. И у каждого практически колена была своя так называемая свое священное место. Оно называлось помните, высотой. Часто помните, там такое слово употребляется? Высота. Что не уничтожали цари высот. Все как бы уничтожали, а вот высот не уничтожали. И там еще такая интересная деталь есть. Когда была война и Ахава с сирийским царем, то потерпит сирийский царь поражение, и ему советники сирийскому царю будут говорить. Это потому, что Бог Израиля это Бог гор. Помните? И поэтому мы не сможем никогда поразить израильтян, если мы будем сражаться в горах. Нужно их заманить в долину, и там мы сможем поразить израильтян. То есть настолько израильтяне связывали свои жертвенники, на которых они приносили жертвы истинному Богу, именно с высотами. На этих высотах приносить, конечно, это не Богу установленное место, потому, что в одном месте только можно было приносить жертву Богу, в Иерусалимском храме, только в Иерусалимском храме. Но, тем не менее, приносили жертвы, и это уже было определенное покущение Божие, в разных местах. Но еще в эпоху судей приносились жертвы в разных местах, потому, что ковчег завета переносился с одного места в другое место. Помните, да? И вследствие этого приносилось, конечно, жертвоприношение в разных местах, потому, что там был ковчег. Но после жертвоприношения перед ковчегом, когда уносили в другое место, это место оставалось священным, и люди там продолжали приносить жертвы. Они не должны были этого делать, но они это делали, и Господь все-таки принимал эти жертвоприношения, и мы знаем, что Он отвечал на эти жертвоприношения. Знаете, здесь очень одна важная такая деталь, на которую я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. есть религиозный закон, часто употребляется слово заповеди и уставы церковных, помните, да? То есть вот для обычного человека, верующего, нельзя было нарушать эти законы, и следовательно, нельзя было приносить жертвы в других местах, только там, где ковчег. Но вот если мы откроем первое послание Тимофею, то в этом послании идет речь о том, что для праведника закон не писан. Я сейчас процитирую это место. Девятый стих, первая глава. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и остерненных, для оскорбителей отца и матери, для человека и убийц. То есть весь закон, который дается человеку в Ветхом Завете, он дан для такой категории людей. А помните, как пророк Илья, он приносил жертву на горе кормил, когда собралось там огромное количество людей, и Господь эту жертву принял, он не спасал огонь с неба. Для праведника Неписан Илья был праведником, он жил по особым законам, которые диктовал непосредственно уже для него сам Господь. И в результате мы видим, что Иерава отказывается, потому что ему насоветовали его дружки, с которым он вместе вырос, молодые ребята, скажем так. И он произнес, там, помните, одну пошлость, вот, которую вы прочитали, но вывод такой, что отец мой вас наказывал мечами, а я буду наказывать вас скорпиотами. Но перед этим он совсем грубость сказал, мой мизинец толще чресла отца моего. Ну, такой вот себе молодой царь Хам. И уходят израильтяне эти десять колен из подчинения царю иудейскому. И они такой клич возгласили, какая нам часть в Давиде, нет нам доли в сыне и Есеева. По шатрам своим израиль, теперь знай свой дом Давид. В этих словах все сказано. Здесь вот это свободолюбие подчеркнуто показано. подчеркнуто свободолюбие израильтян и в принципе это оправдано, потому что помните, царская власть, она вынужденная власть. Она вынужденная власть. Изначально не так задумано было. Господь хотел, чтобы народ Его управлялся судьями. Я занят. Если можете перезвоните через два часа. И в результате все закончилось плачевно. Разделение царства на две части. Израильское царство с этого момента называется «Десять колен вошли в него и Иудейское царство, в которое вошло колено Иудина и ассимилировавшееся на земле иудейского колена колено Симеонова. Поэтому два колена по сути входит в иудейское царство». Часто упоминается ушли в шатры шатры шатер это шатер это не обязательно юрта понимаете нужно понимать шатер это вообще под шатром понимаете и даже храм называется шатром понимаете в некоторых случаях. коленами отпавшики но Господь открывает ему что от меня это было возродитесь в дом свой и не устраивайте братоубийственной войны. Вот наказание Соломона наступило произошло разделение и сейчас начинается самый такой вот момент интриги этой книги 13 глава возглавил его Венера Ваан вернулся с Египта и очень быстро он забыл о том кто его поставил помните Ахия поставил его пророк Божий на царство и он забывает обо всем и устанавливает Вифили и Дания в двух городах на востоке и севере своего израильского государства два золотых тельца идола и произносит ужасные слова когда уже они были сооружены вот боги твои Израиль который вывели тебя из земли египетской мы сразу же переносимся в те далекие времена когда Моисей был на Синайской горе а в долине не дождавшиеся Моисея израильтяне взбесившиеся сделали себя идола золотого тельца и поклонялись ему в оргиях и плясаниях здесь происходит то же самое но появляется человек Божий и этот человек Божий по преданию и есть тот Ахия который помазан Иераваама на царство но мне кажется вот один такой важный момент над которым нужно подумать вот если был помазан на царство Ахии пророком Иерава неужели так недальновиден Бог почему он это сделал если он сразу же первым делом когда займет царский престол он начнет созидать идолов ничего не говорится о его положительном поклонении Богу истинном вот о чем это может нам сказать батюшка ну значит такая была жизнь в Соломоновом дворце что не было нестина почитания Бога хоть и построили храм хоть и сам был как нет секундочку вы не об этом говорите здесь идет речь от Иерава которого помазал Ахия пророк Божий на царство и почему этот человек в скорости как только вступив на царство сразу же начинает поклоняться идолам неужели Бог недальновиден эти 10 колен я виновата думаю что что но эти 10 колен не должны были выполнить может это наказание нет от меня это было что они ушли сказал Господь понимаете для чего Господь вот вот это самое поразительное что есть у Бога понимаете вот мы этого не ценили вот это настолько удивительная вещь Бог верит в человека то есть в принципе Господь каждого человека самого низкого может призвать к царству самого подлого человека Господь может призвать к царству дать ему царство Господь верит в человека Господь дает каждому человеку возможность И вот нельзя смотреть на Бога, как на существо, которое раздает пророчества исключительно благоприятные, рациональные по своему зерну. А, я должен очень хорошо знать, что он будет очень хорошим царем. Я должен быть в этом уверен. Бог-то знает, что с этим человеком произойдет. Но Бог попускает это. Потому что дает возможность каждому человеку. Это очень важный момент. Бог верит в человека. В его волю. Что? В его волю. В его, просто в его человечность. В его, как человека, верит. Он довелся на него, что он что-то сделает. Что-что? Он довелся, что он хороший, что-то сделает. Нет, вы знаете, здесь нельзя, понимаете, сравнивать надежду, как вот мы надеялись. Вот, хотели как лучшее, а получилось как всегда. Нет. Понимаете, не так Бог. Бог просто дает человеку возможность. Он знает, что на самом деле с этим, чем это закончится. Но дает. Хотя человек мог бы свою свободную волю испорченную, плохую, он мог бы направить на положительное. Да. Понимаете? То есть, здесь нужно понять, что Бог не предопределяет. А, вот одного предопределил к тому, что он будет хорошим, а другого предопределил, что он будет плохим. Нет. Человек поступает по своей свободной воле. И Бог не ущемляет эту свободную волю. И поэтому так много царей, которым Господь дарует царство. И Ахаву тоже говорит Господь, я же тебе дал это царство. Казалось бы, кому Ахаву? А Ахав-то мы знаем, что это за царь. Это подлец и негодяй. Бог дает ему. Это удивительный момент. Вообще удивительный момент вот веры Божьей в человека. Вот когда мы говорим о том, что мы верим в Бога. Это, понимаете, это вот один процент того, понимаете, что вообще может послужить делу нашего спасения. А вот 99 процентов, 99, это вера Бога в человека. Когда под кустом сидел Адам после грехопадения, много у него веры было в Божью милость. Вообще у него не было никакой веры. Кто пошел навстречу? Кто верил в этого, так сказать, провинившегося? Бог верил. Хотя он-то знал, чем это закончится история. Вы понимаете, в чем вся интрига, понимаете, вот этого Божественного спасения? Нельзя сказать, что Господь, понимаете, создал какие-то вот невыносимые условия и спасает только праведник. Да, всем дает возможность. Даже тем людям, которые висели по левую и по правую сторону возле Голгофы, возле креста Господня. И тот был бандит, и другой был преступник. Только все. Одному, понимаете. Вот один он понял. Да, я же все-таки, я же такой подлец. Я же только делал всего плохого. Сволочь я такая. А вот этот, понимаете, ну если ты Бог там. Но знаете, вот эти чисто тюремные понты, грубо говоря. Знаете, как это бывает. Но если ты там, вот. Да, вот это, конечно, вот я представлю. Вот понимаете, вот если вот это Божественное сердце, если так это можно выразить, потому что Господь говорит о том, что о своем сердце. И вот бесконечно вот это человеческое существо ранит и преданет его. Ведь что такое идол? Это не просто, понимаете, вот идол. Это полное предательство Бога. Причем какого Бога, который в 99,9 верит в тебя, и только вот что-то у тебя там иногда вот где-то там просыпается по отношению к Богу. И человек постоянно попирает. И когда в разгаре была оргия, Иераваам стоял у жертвенника, может быть, себя мнил в этот момент, Вторым Соломоном приходит Человек Божий, 13 глава, и произносит к жертвеннику Слово Господнее. Жертвенник, жертвенник. А почему бессмысленно говорить Иеравааму? Потому что Иераваам как камень. Это мертвое существо. Знаете, как говорят? Как об стенку гороху. Это бесполезно. Он обращается к жертвеннику. Так говорит Господь, вот родится Сын Дому Давидову, имя Ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказа, вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник. Распадется и пепел, который на нем рассыплется. Когда царь услышал Слово Человека Божие, произнесенное к жертвеннику Вифиле, то простер Иераваам руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий Словом Господним. И сказал царь Иераваам, человеку Божию, у милости в лице Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И у милости у человека Божия в лице Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежняя. Ну вот, удивительная вещь. Ну, пророк, ну может не знать, что он потом будет опять этими же руками приносить жертву Идру, но Господь-то знал, что он опять этими же мерзкими руками будет приносить жертву Идолам. И тем не менее, он исцеляет его. И когда идет речь о том, что вот Господь, почему он так жестоко поступал по отношению к язычникам, так обратите внимание на другую сторону. Насколько он милосердный, причем кому милосердный, предатель, и не просто темным язычникам, которые никогда не знали о Боге, а именно тому, кто знал об истинном Боге. Он строил храм истинному Богу. Он возглавлял строительство истинному Богу храма. И он строит два жертвенника для тельцов и говорит, что эти боги вывели вас из Египта. Он же не сказал, мой Бог, а твой Бог пусть меня не цели. Потому что на тот момент, когда вот есть такие вот обороты речи, идет речь о смирении того человека, который согрешил. Он даже не может сказать, что это наш Бог. Он понимает, что он предатель, что он отрекся, и поэтому он говорит, пусть твой Бог исцелит меня. А человеческих жертвов там что-то сказано? Я не поняла. Нет, не было человеческих жертвов. О том, что будут на жертвеннике. Дело в том, что это те жрецы, которые погибнут. В будущем. Да, это вот сейчас мы подойдем к этому моменту. Сейчас мы подойдем к осуществу. Можешь спросить? Да. Там на протяжении 3-х инициатив, когда меняются цари, там просто наговорят, вот, ну, трогически это правильное цари, они уничтожаются жертвенники, но говорят, вот там говорится, а высоты, они ему дают. Вот. Это, я совсем поняла, мой слой был. Высоты. Высоты – это жертвоприношение истинному Богу? Да, это истинному Богу. То есть, да, вот, почему они перечисляют это через запятую? То есть, там вот, всевозможные капища, идольские жертвенники, и тут высоты, да? Как я уже сказал, что на этих высотах приносилась жертва истинному Богу, но по закону нельзя было приносить вне храма Господня, там, где ковчег завет. И поэтому это тоже было нарушением. Но поскольку сознание было двойственно у всех этих царей, они все-таки уже приняли, ну, как обычай, вот, ну, вот все, это священное место. Хотя оно незаконно было установлено, это священное место, для жертвоприношей. Вы понимаете? Это в осуждении или нет? Вы знаете, на тот момент Господь готов это был принять и, скажем так, смириться перед очередной человеческой слабостью. И Он принимал жертвы, значит, которые приносились на этих высотах. Но это было нарушение. И вот интересная такая деталь есть. Вифильский пророк-старец, которому его сыновья рассказали о том, что случилось с Иераваном. И этот Вифильский пророк, он попросил, чтобы они ему подготовили мула, и он отправился за вслед этому пророку Ахии. И такой диалог между ними состоялся. Тринадцатая глава. «Я пророк такой же, как и ты. И ангел говорил мне Словом Господним и сказал, «Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». И тут говорится, «Он солгал ему». И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Хотя Господь ему сказал, «Не ешь там, не вкушай пищу и не пей воды там». А почему нельзя этого было делать? А потому что разделение трапезы по восточной традиции это значит признание. Почему мы не допускаем в евхаристическое общение еретиков? Вот не могут с нами причащаться. Вот они могут присутствовать в храме, вот католики могут присутствовать, приходить в храме, стоять молиться, протестанты, язычники, мусульмане. Все могут прийти и молиться в храме. Но причащаться вместе с православными им запрещается. Если они покаются? Нет, если они покаются, конечно, это называется уже присоединение к церкви. Вот они должны присоединиться к церкви, тогда да. Если мы разрешим причащаться человеку с его заблуждениями, это значит, что мы признаем, что у нас общие ценности. Мы не можем этого допустить. Но молиться мы не можем запретить, потому что они обращаются к Богу истинному. По Ветхому Завету еще это считалось нормальным. Помните, Соломон принял молитву Господь? Помогает. Конечно, помогает. То есть, язычник может обращаться к истинному Богу и Господь поможет. И нам нужно вспомнить, что, говорят, вот язычникам нельзя как бы за них молиться, и им нельзя молиться к истинному Богу. Нет, можно. И будет Господь им помогать, и будет Господь совершать с ними истинные чудеса. Это пример молитвы царя Соломона. Ответ Божий на эту молитву положительный, но Евхаристия это совершенно другое. Так вот, продолжаем дальше. И он вошел в дом этого пророса, пророка Вифильского и в 20 стихе говорится, когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его, то есть к Вифильскому, к этому пророку, и произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих, после того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которым он воротил, и отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его, и лежало его тело брошенное на дороге, осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. Наказание было очень незамедлительно. Вот есть важные слова послания Галата апостола Павла 8 стих, где говорится, «Но если бы даже мы», то есть, говорит апостол, от лица апостола, «Или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». То есть, мы видим, что даже если ангел с неба будет говорить нам что-то не то, то мы можем совершенно свободно сказать, «Леди перна ты», потому что это все будет ложь. И нельзя воспринимать вне нашего вероучения истину Божию, как истину Божию. Только через призму нашего вероучения. Это очень важный момент. И о предании говорил неоднократно апостол, что вы держитесь того предания, которому научились, которому вас научили. И когда говорят о том, что может быть много вер всевозможных, христианских вер, это противоречит словам Священного Писания. что же произошло? Ему Господь открыл, а затем, и это было очевидное, именно водительство Божие, потому что то чудо, которое произошло с Иераваамом, которое совершил этот старец, это было все подтверждение, все было знамение того, что истинно Бог ему открыл тогда. И он не послушался голоса Божьего, а послушался человека, который солгал ему. Здесь нужно, вот, кстати, именно здесь, на 18 стих, вы видите, у кого параллельные места, есть именно сноска. Галатам 1,8. Это значит, что именно мы должны воспринимать все через существующее уже предание. А предание, как известно, в законе, прежде всего, для ветхозаветного человека. Он был наказан такой внезапной, можно сказать, смертью. Но пророк, который воротил его, в Вифильске этот старец, он узнал о том, что погиб этот пророк, и он его перевез к себе и завещал своим сыновьям, чтобы они похоронили его вместе с ним. и он оплакивал ему, что? Он же леноват, он же ему неправду сказал. Он неправду ему сказал, да. По его и не сказать. Конечно. Хотя нужно заметить, и тот пророк, и тот пророк. То есть, понимаете, пророк, мы должны понять, что, понимаете, пророческий дар, это, я уже упомянул сегодня, что может человек и не знать о своем пророческом даре. То есть, ему Господь дает пророчествовать, говорить, вот устами младенца, например, глаголиться истина, да? Это Священное Писание нам говорит. Вот дети знают о том, что они в данном случае глаголят истину, пророчествуют? Нет, конечно. Но это факт, и нужно понять, что сам дар пророчества, он нужен не столько для носителя этого дара, а он нужен для тех, кому он будет пророчествовать. И поэтому неважно, знает этот носитель этого дара о том, что он владеет этим даром или нет. Но лучше бы, чтобы он не знал, потому что, если он будет знать, что он сказал пророчество, то это, конечно, будет для него тяжелой ношей потом, испытанием над тщеславием и гордостью. И, конечно, когда идет речь о пророках, здесь не нужно отождествлять, пророк значит святой, пророк значит святой. Да не было святых вообще, можно сказать, на то время, если мы будем рассматривать святость через призму Нового Завета. Не было. Святость была, конечно. Но вы помните, что такое святость? Святость – это прежде всего избранничество Божие. Вот еще раз я подчеркну, потому что это важная мысль. Святой в переводе с разных языков еврейского кадош, греческого агиос, латыни санктус переводится отрезанный и оторванный. святой. Святой – это тот, кого выделил Бог из среды. Поскольку Бог трансцендентен этому миру, Он свободен от этого мира, Он свободен от любых законов, от любых правил, от любых уставов, от любых обычаев. Он свободный Бог от всего. Значит, если Бог вырывает человека из этого мира, и тогда человек становится святым. То есть, приобщенным к свободному Богу от всего того, от чего зависим мы здесь. Святой – это не нравственный человек, потому что мы видим святых праводцев. В чем их, собственно, святость? Если мы будем рассматривать через призму заповедей, нет этой святости. Конечно, были там моменты, когда они совершали какие-то святые поступки, но нельзя все равно так сказать. То есть, Бог заметил то, чего не замечаем мы в этом святом человеке. Он заметил больше, чем мы. Потому что мы, к примеру, распяли разбойника, который висел по правую сторону на кресте, а Бог заметил то, за что Он возвел его в жизнь вечную, первее всех первейших. Еще никто не вошел в рай, а разбойник благоразумный вошел. Кто мог это заметить? Мы заметили это, люди? Нет, мы его предали на убийство, а Бог заметил, и Бог принял. Поэтому вот эта святость внутри человека, это именно вот эта неотмирность, которую дарует только Бог. Что это такое? Мы только можем с доверием склонить перед Богом главу свою и сказать, да, Господи, это тот дар, который дарует почему так происходит. И, конечно, когда мы слышим из уст скажем, тех же протестантов, которые говорят, да, мы все святые, и зачем лишний разговор? Все очень коротко. А почему? Они решили уже за Бога все. Вот именно Бога они как раз сделали заложником своей, так сказать, богоугодности и святости. Но мы же знаем, Господи, как Тебе нравятся наши псалины, которые мы поем на собрании. Но так нравится. Тебе очень нравится, как вот мы читаем Священное Писание, с Библией постоянно ходим везде. Значит, если Тебе это нравится, Господи, значит, Ты должен взять обязательно, Ты обязан взять нас в жизнь вечную, в Царство Небесное свое. Мы делаем его заложником. Поэтому суд будет и суда никому не избежать. Конечно, праведник на суд не приходит, нам говорит Священное Писание, но это только Господь знает, кто минует этот суд, а мы все остальные, мы все пойдем через суд. Дальше. то есть упорное отступничество Иеравама продолжается, он кого хотел, того посвящал, и тот становился священником высот, но это уже в данном случае идет речь о языческих высотах, потому что он не был почитателем истинного Бога. и Иеравам был наказан. Помните, когда он пришел к пророку, его жена пришла к пророку, то пророк сказал о том, что все из его дома погибнут. И действительно так и произошло. Так, не буду останавливаться. Дальше идет речь. А, знаете, здесь одна такая вещь. Я упомянул о том, что Ахия, он умер, да, вот его растерзал лев. А здесь мы в 14 главе встречаем, что она обратилась к Ахии, да. В чем здесь проблема? Проблема в том, что я еще в начале наших лекций в прошлом году говорил о том, что существует четыре религиозных традиции написания ветхозаветного текста. Так называемая священническая, второзаконническая, яхвистическая и элогистическая. то есть это четыре параллельных писателя, я сейчас не буду объяснять, почему именно так они называются, но только скажу, что существовало четыре разных писателя, и потом эти писатели, вернее, тексты, которые были написаны, их соединил уже другой человек в более-менее для него приемлемом хронологическом порядке. И поэтому часто просматривается, особенно тогда в книге «Бытия», я эти моменты подчеркнул, когда шла речь о сотворении мира. помните, значит, там вначале было рассказано о сотворении мира, и потом как будто повторение четвертой главы, по-моему, опять было о сотворении мира. Так вот, это две разных традиции. Вот если сравнить, чтобы было понятно, это вот четыре евангелиста, только четыре евангелиста подписаны, их евангелие, бы не сказать, подписаны их именами, то имена тех людей, которые написали эти тексты, которые связаны с теми историческими временами, они не были подписаны, они просто были сведены воедино, более-менее в историческом технологическом порядке, смысловом. Поэтому здесь бывают какие-то такие моменты, когда говорится в начале вещах, которые были позже, ну и так далее, то есть вы поняли, да? Не буду это сказать статализировать. Значит так, и здесь кстати тоже толкователи эти моменты подчеркивают. Конечно, если коротко сказать, сейчас я посмотрю по времени сколько у нас, еще полчаса есть у нас. среди царей израильских не было праведного ни одного, то есть все были отступниками, язычниками по большому счету. Иногда только их так сказать посещали какие-то светлые мысли, но по ходу своей жизни это были люди нечестивые. конечно нельзя сказать о благочестии потомственном благочестии всех царей иудейских. Несколько царей были благочестивыми. Так, мы сейчас к ним тоже подойдем, но хотелось бы еще остановиться все-таки на пророке Ильи. Ахав вступил в брак с Иезавелью. Это очень такая ревностная язычница, которая с большим таким усердием строила языческие капищи, капища по всей земле. И вот в 30 стихе 16 главы говорится, что делал Ахав сын Амрии неугодной предачами Господа более всех бывших прежде него. Хотя и говорится о его предшественнике Амрии, что он был хуже всех, но Ахав более всех отличился своим нечестием и зловерием. так. Интересная деталь очень важная. В 34 стихе 16 главы говорится о том, что был отстроен Иерихон. Вы помните, какое несчастье было для Израиля, связанное с уже разрушенным Иерихоном? Помните, один из израильтян взял из разрушенного Иерихона то, что ему, как говорит он, полюбилось и понравилось. За это было очень много наказано, и в том числе и он сам со своей семьей. Потому что Иерихон был заклятым городом. То есть Бог заклял его. Это значит, что никто не имел права прикасаться к заклятым. Потому что заклятое это то, что принадлежит Богу. Никто не имеет права прикасаться к заклятым. И мы видим, что происходит воссоздание Иерихона. Это было веяние, очень плохое веяние для того времени. Иерихон был символом падения Ханана, языческого Ханана. Потому что литурнически был разрушен, то есть богослужебной войной, скажем так. Помните семь раз обходили израильтяне Иерихон, и в результате город был разрушен, он пал. Пал, можно сказать, от молитвы израильтян. И так должно было продолжаться. Силой Божией Ханан должен был разрушаться. И вот воссоздать этот город, это значит все равно, что в наше время воссоздать царь, простите, Иерусалимский храм в Иерусалиме. А что связано с воссозданием Иерусалимского храма? Что? Это приход Антихриста. Потому что в Иерусалимском храме Антихрист сядет как Бог будет выдавать себя за Бога. Иерихон это то же самое. Хотя в книге, в второй книге Царств в 10 главе 5 стихе говорилось о том, что уже была жизнь Иерихоне. Да, но не был построен город, было просто поселение. А город был построен только при Ахаре. И вот в книге Иисуса Новина это в сноске в параллельном месте. В 6 главе 25 стихе идет речь о том, что на костях своих детей построен этот человек Иерихон. И действительно в этом 34 стихе мы читаем на первенце своем о вераме он положил основание его и на младшем своем сыне Сибубе поставил ворота его по слову Господа, который он извлек через Иисуса сына Новина. Это, конечно, очень страшное действие, которое было совершено. пророк Илья произносит от всей своей силы пророческой, от всей своей святости, которую имел этот человек, потому что действительно этот человек был Божий, что не будет дождя на землю Израильскую, до тех пор, пока он не произнесет Слово к Богу. И действительно так произошло. Сам Господь отправляет Илью в такое безопасное место, где Господь кормит его через ворона. А ворон это очень птица, скажем так, такая неблагородная птица. Неблагородная птица. И тем не менее, эта неблагородная птица кормит пророка Илью. Господь хочет научить пророка Илью, что смотри, вот эта птица кормит тебя. Она совершает добро. И ты должен тоже верить в человека, как я верю в него. Кто оказался мягче? Пророк Илья из текста или Бог по отношению к человеку? Кто? Бог. А давайте вспомним пророка Моисея. Кто как будто вот так может показаться был мягче? Бог или пророк Моисей? Моисей. Да, помните, как он просил за своих соплеменников? Самый смиренный. Самый смиренный. Вот насколько святость удивительно она разная. Господь всех принимает. Нельзя, понимаете, вот всех святых под одну гребенку. Все святые разные. Настолько разные. Господь ценит, вот здесь нужно понять, не за какие-то такие, вот знаете, вот стереотипы, а он находит вот в глубинах человека этого, такую самоотверженность, какую-то такую преданность Богу, в чем она проявляется у каждого святого по разному. Сложно сказать. И этот ворон кормит его. Затем кто дальше будет кормить пророка Илью? Что? Женщина. Язычница. Причем она будет кормить его от скудости своей. Вдова. с сарептой Сидонской. Она будет кормить его. А кого? Против кого боролся пророк Илья? Против язычника. А здесь мы видим, что язычница помогает ему, кормит его. Более этого от сына. И помните, как он сказал, ты мне первому сделай лепешку. Мне первую. И она смиряется, она делает ему первую лепешку. Это удивительно, конечно. Это действительно удивительно. это конечно, то есть именно Господь как, насколько любовь Божия по отношению к человеку и вразумляет даже своего святого. Казалось бы, он безупречен для того времени. И тем не менее, Господь таким вот образом спаситель же тоже находит истинную веру не уверен. Конечно. И даже возвышает эту веру. Толикой веры я не нашел во Израиле. воскрешает также умершего сына вдовы. Масла кувшиня не убывал по слову Господа, который он взлёг через Илью. Вот чувствуется сразу же запах Нового Завета. Помните, как Господь питал. И видимо, Илья здесь тоже проникся глубоким состраданием. И вот подумайте, на кого распространил пророк Илья свою милость на иудеев или на язычницу. А говорят, нет, православный, не молитесь за язычников, не молитесь за нехристиан. Он воскрешает язычника. Для чего? Для языческой жизни, по сути. Пока не говорится о том, что он, кто он и что. Есть предположение, что он стал известным пророком Елисеем. Но здесь, так сказать, нет никаких откровений об этом. Понимаете, вот вдумайтесь, вот, насколько вот эта важная мысль. Молится и воскрешает язычника, правоверный еврей. Это первое воскрешение, по сути, в Библии. Первое. Правильно, это первое воскрешение. И язычника первого воскрешения. Вот как можно понять Бога? А мы думаем, что так все просто. Мы удовлетворяемся прочтением какой-то одной брошюрки, где-то мы там прочитали и все, а сказано, нельзя там молиться. Почему нельзя молиться? А тот, кто написал, может, он такой же самый, понимаете, по своему сознанию, по своей вере, понимаете, как и мы. Неужели мы так можем, понимаете, вот за плеча? Так нельзя, конечно. В Священном Писании все пронизано состраданием и милостью ко всему творению и каждому человеку. конечно, будет сказано, что нужно благотворить, там и молиться за всех, но наипаче за собратьев своих. И апостол Павел будет об этом говорить. Но все равно никто, мы не имеем права лишать кого-либо милости Божьей. Дальше. это замечательная история с великим чудом, когда на горе кормил пророк Илья низводит огонь на землю. Все вот эти родения, которые устраивали жильцы севалом, помните себя, и бичевали. Вот может быть вам приходилось видеть и в исламских сектах, когда себя бичуют, и даже в некоторых сектах христианских есть, когда бичуют себя до крови. Видели такие орки? Да. Страшно, что происходит. Так вот, нужно помнить, что в Священном Писании, в книге Исход, сейчас точно не помню, говорится о том, что не делай себе никаких порезов на теле своем. И не делай ничего такого, чтобы могло прославить идолов, каких-то видимых таких вот знаков. Вот татуировки часто делают люди. А потом, конечно, когда уже в разум истины приходят или там пробивают себе уши, к примеру. А вот, вы знаете, вот на самом деле вот такая тонкая деталь, если, понимаете, вот все-таки ухо – это часть головы. Вот говорят, что дырка в голове, понимаете? А если три бывает, это четвертая уже пошла. Понимаете? То есть все-таки это не желательно, видимо, делать. Тем более, говорится о том, что не надо делать надрезов никаких. А серьги, батюшка, вот сейчас девушки серьги. Ну, что я могу сказать, если у всех женщин серьги, что ли? не знаю, не знаю. Апостол Хаилл все-таки говорит, что пусть женщина не украшает себя там претением волос всевозможными и так далее. Где в Священном Писании скажем, ну, давайте, значит, украшайте себя серьгами все-таки. Нет, не сказано. Значит, если делаете, задайте себе вопрос. Это все равно запрещение такое, вот нет и все. Что-что? Это все равно не такое запрещение, нет и все, но не украшайте. Ну, правильно, так говорится о том, что нельзя делать порезом на теле. А это другое не было, что сказано. А мы делаем, понимаете, для чего? Для того, чтобы украсить себя. Это как-то одна барышня накрасила, так сказать, свои там ногти и все такое к старцу пришла. Она говорит, знаешь что, ты думаешь, нет, мне он сказал так, если бы Господь хотел тебя сотворить красивее, лучше, неужели тебя не создал бы с черными губами и с красными и зелеными ногтями? Ну, так же, в принципе, тут нужно подумать. То есть, мы же, понимаете, мы считаем, что мы лучше можем это все сделать. А что, не бывает разнички? Сейчас и черные делают, какие угодно. Нравится человеку? черный цвет, понимаете, им нравится. Что тут поделаешь? Так, дальше. И после того, как замечательный вот этот стих, в полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется, погромче давайте, погромче. Разве это не юмор? Юмор, понимаете, пожалуйста. Я тогда был юмор. Да, а как же. Вот, пожалуйста, на странице Священного Писания это ирония, замечательная ирония. И что самое интересное, что 28 стих говорит, и стали отвечать громким голосом. И кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Так что вот такая вот картинка. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял ли я 12 камней, ну и не знаю. В результате, а, еще момент такой, помните, и водой обливал, для того, чтобы это было очевидное чудо. Воды много. Да, много. Несмотря на то, что, да, несмотря на то, что была вода очень ограничена, понимаете? Там бровь воды. Да, бровь воды. Так, 12 нужно заметить, 12 ведет, потому что 3 раза по 4. Так. Что дальше? Конечно, Ахав, вот все-таки чувствуется здесь, вот Ахав сам по себе, может, человек неплохой, знаете, сколько-то, скажем так, но вот это Иезавель, когда она, потому что он, так помните, как он отреагировал, он положительно отреагировал, действительно, Бог Израиля, истинный Бог. А потом Иезавель, когда он пришел домой, она, конечно, ему мозги вправила, очень быстро, грубо говоря, но точно выражаясь. Помните, как она его отчитала? Вот чувствуется, понимаете, чье руководство? Женское. Вот и нужно подумать себе, понимаете, почему не бывает, так сказать, священников, так сказать, женского пола. Протестанты уже есть, конечно. Ну, поэтому он и протестантизм, что там есть. Да, оказывается, все может. Что-что? Ну, конечно, пожалуйста. Мечта сбылась. Так. Но тут еще такой тоже очень удивительный момент. Вот обратите внимание на пророка Илью. 46 стих, 18 глава. «И была она Илью рука Господня. Он напоясывал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля». А что такое гора Корвил? Где она находится и где, значит, находит место, где Самария. Это достаточно большое расстояние. Он бежал, как юноша. Он так был рад, так был счастлив. Но радость омрачилась и из-за Велью. Батюшка, что ж они тогда не женились все вот иудеи и евреи на и на племенице. Знаете, есть такая поговорка «много девушек хороших». Помните, говорят, «много девушек хороших, но все тянет». Понимаете, вот видимо, понимаете, это всегда было. Это всегда видимо было. Они навставляли мозги, как разумная жена. Ну вот. Так что, наверное, у, так сказать, плохих девушек больше чар каких-то. Я не знаю. Все вот так. Так. Дальше. Дальше. Огорчился Илья, узнав о том, что Иезавель ищет погубить Илью. И сам отошел в пустыню на день пути Илья и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себя. Вот недавно он еще бежал. Значит, перед колесницей и тут, понимаете, как ребенка. Вот знаете, вот как... Нет, здесь действительно можно понять. Вот он был огорчен. Но дальше он также еще и испугался. И вот здесь блаженный Феодорит говорит, что он должен был помнить, что он не только пророк, но он и человек. И вот здесь было смирение его Богом. Как сегодня в апостольском чтении апостола Павла Господь смирил жалом плоть ангела сатанина за многие откровения, которые Господь давал. И хотя он просил, чтобы Господь исцелил его, но он говорит, достаточно тебе благодати на ней, в немощи человеческой, сила Божия смешает. Всех Господь смиряет. И почему, помните, праведники по жизни страдают? Будет праведник Иов говорить об этом, почему они грешники, силами крепкие, детей у них, там все в порядке у них. А вот праведник страдает постоянно, потому что он такой огонь внутри себя носит. Это знаете, как один из святых отцов Иоанн Златоуст, по-моему, говорил, если бы, говорит, тот осел, на котором ехал Господь в Иерусалим, подумал, что оса накричат ему, понимаете, здесь нужно понять, что нам поддал Господь дару, но это его дар. И только благодаря его дару мы являемся тем, чем мы являемся. Но если бы его не было, мы были бы просто таким, понимаете, вьючим животным, которое вот идет и, так сказать, идет себе понимаете. Да. И здесь утешает его ангел, дает ему пищу и в течение сорока дней идет по пустыне. Куда он идет? Идет к истокам своей веры. Он идет на Хариф, потому что на Харифе был дарован закон. Сколько он дней идет? Сорок. А сколько народ еврейский блуждал по пустыне? Сорок лет. Идет к истокам А сколько идти по прямой туда, к Харифу? Ну, говорят, в течение двух дней можно дойти. Не очень, так сказать, быстро, спокойно. Сорок дней человек шел. А не вспоминайте ли нам пост сорокадневный Господа в пустыне? Сорок дней это время, когда, знаете, из энтузиазма поста мы, так сказать, охладеваем концу. Помните? Вот начинаем все, вот мы обязательно все от начала до конца сделаем так, как нужно. И проходит время, и мы все остываем больше, больше, больше. Это, конечно, магическое число? Нет, это не магическое число. Это просто время. Это время небольшое и немалое, за которое человек должен почувствовать, что Богу не нужна наша горячность какая-то, какой-то просто энтузиазм религиозный. Богу нужна наша вспаханная душа, чтобы мы и за это время поняли, что мы немощные, и что только немощь человеческая может быть воздвигнута силой Божьей. Помните, какая радость нами обладевает несмотря на то, что мы, собственно, к концу поста уже охладеваем. А на Пасху Господню какая радость нас охватывает. И слово Иоанна Златоуста, которое во все времена читается, постившиеся и не постившиеся, все придите. Это не значит, что не нужно поститься. Нет. Это говорит о том, что мы должны понять, что, собственно, может и пост нас ничего не значить перед Богом. Что кого-то не пощение Господь может принять больше, чем наше пощение. И так бывало в истории. Поэтому за что Господь любит человека и за что Он принимает свои обители, только Он ведает. И не будем уверены, как тот парисей, который я же пощусь дважды, дважды, так сказать, неделю. Я и, так сказать, и милости не раздаю больше, чем обычно. Вот, но тем не менее, мы видим, что такова была правильность того времени. Значит, продолжаем дальше. И там, в истоках веры, это очень важно подчеркнуть, Он туда пошел, для того, чтобы пережить через полчаса. И в этих глубинах, где Моисей получил откровение от, через, вернее сказать, через Кубину Неаполим, где все совершалось, это славное с Израилем, именно там, Он туда идет. И что же Он видит? Какое знамение Он видит? Гром и молния, ветер сильный. Но это всего лишь стихия. Все это потрясает, разрушает. Но Бог пришел в тихом веянии, ветра, тихого ветра. вот где Господь, вот о чем хотел сказать, Господь там вне. После этого сорокадневного пути, после этого паломничества к этой святыне, эта святыня, что проявить терпения к этим людям. Как же Он начал говорить, что вот все отступили, уже все, нет праведного ни одного. И Господь Ему говорит, что есть семь тысяч мужей, которые не преклонили колено. Не похоже ли где-то может быть его молитва на молитву фарисея? Похоже? Он посчитал, что он один, а Господь говорит, семь тысяч человек еще есть. Семь тысяч человек, это мало или много? Это очень много. Это громадное количество. Он не заметил их. Ну сложно же заметить иголку с таки серых. Семь тысяч человек, как их можно заметить? Ну евреи тогда было много, семь тысяч среди евреев. Конечно, это много. Нам говорится о том, что там же были войны далее. когда хотел построить один из израильских царей Рам, помните, он строил? Это город на границе между Израилем и Иудеем. Он хотел блокировать Израиль от Иудеи. Почему? Потому что много людей из Израиля ходили в Иудею, в Иерусалим поклоняться истинному Богу. И многие переселялись, мигрировали в Иудеи. И он хотел построить, но Господь остановил это безумие. Помните, Иудейский царь вступил в союз с сирийским царем, и Израильский царь вынужден был отвлечься на свой тыл, где происходила война с нападением сирийцев. То есть были люди, которые не преклонили колени перед вам. Затем еще очень, наверное, я не знаю, 18 часов, еще 10 минут, простите, потому что здесь очень важное такое еще пророчество. Лжепророки предвозвещают победу. Помните, да? 400 пророков предвозвещают Ахаву победу. Там интересный такой момент, на который нужно обратить внимание. И Асафат, он праведный царь, он хороший царь иудейский, но он заключил родство с Ахавой. и их дети вступили в брак. И вот когда Иосафат пришел к своему родственнику Ахаву, то Ахав предложил ему воевать вместе и затем сказал, есть еще один человек о пророке Михея Угдой, через которого можно попросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчество это мне доброго, а только худой. Это Михей, сын Ием Влая. Вот интересная деталь. Вообще, что такое пророчество для язычника? вообще оно отличается коренным образом от Божьего пророчества тем, что язычник языческому пророку делает религиозный такой заказ. Он ему говорит, слушай, произнеси такое заклятие, которое никто не смог бы отменить. Ну, понятное дело, хорошее. И он должен произнести такое заклятие, когда он его произносил, то он получал определенные гарантии. А когда идут к каким-то бабкам шептухам, не идут ли они к языческим пророкам? Идут. Потому что просят чего? Послушай, у меня-то порча, у меня тяжело, но сделай так, чтобы вот этого не было. Вот произнеси что-то хорошее, хорошо, сынок, я все сделаю, не переживай. Всего там сто гривен и все будет нормально. Помимо. Но это просто начало сеанса, как нужно это учить. Может быть, сто гривен и не так уж и много, но если это продолжается... Знаете, я вам расскажу такой случай. Сейчас я могу уже об этом рассказать смело, потому что прошло время. когда-то ко мне, когда строился, в смысле, не храм, а алтарь строился, и там у нас кирпичная кладка есть, помните, да, кирпичная кладка. И храм-то еще не был освящен, и пришла, вернее сказать, там среди этих строителей была женщина. она тоже ложила эту кладку, и в конце она подошла ко мне и говорит, вот церковь говорит, что нельзя обращаться к бабкам шептухам, а вот я хожу, и мне очень хорошо, мне очень помогает, я хожу, и что не скажу, и она все делает, и мне всегда вот она, что не скажет, она все будет так, как нужно. И вы знаете, что за это нужно потом рассчитаться будет очень посерьезно, имейте ввиду, это очень все плохо закончится для нас. Она, конечно, не восприняла моих слов, прошло время, и может быть, где-то под 50 годом, может, даже меньше, и через лет 8, наверное, приходит ко мне женщина, может, такого возраста где-то 70, может, быть, и она мне говорит, помните, батюшка, когда-то вот здесь у вас было строительство, так вот, я была в числе, так сказать, этих строителей, я подходила к вам и говорила вот о том таку, я говорю, конечно, помню, только я вас не знаю, да, я очень изменилась, она, я не знаю, на 20, на 30 лет постарел, это было страшно смотреть, ее вот все вот так вот трусило, потом она мне рассказала следующую историю, она продолжала ходить к этой банке, и это продолжалось вот все это время, 8 лет, я не знаю, сколько она ходила до этого, не помню, может быть, многие, старые прихожане ее помнят, она приходила и ее очень сильно трусило, и как, особенно, когда Евангелие читалось, ну, вот, ее, вот, просто, вот, вот, она не могла стоять совершенно, и ногами же она дергала, и руками, ну, вот, все ее, она тихо, спокойно себя вела, то есть, не было таких бурных проявлений беснования, просто ее очень сильно дергало, и она спала там, приходила и ложилась на лавку сзади, вот, и спала, проводила время почти целый день в крови, и вот, однажды она пришла ко мне и говорит, батюшка, я уже не смогла к ней ходить, потому что я чувствую, что я без нее жить не могу уже, я понимаю, что она мне только хуже и хуже, но я ничего не могу сделать, чтобы не идти к ней, я задушил ее, ну, как вы это сделали, говорит, я просто подушкой взялась и задушил ее, и не так долго она прожила, и она умерла, она не могла не исповедоваться, вот, она приходила в храм, она получала какое-то облегчение, но на исповеди она не могла говорить о грехах, она только говорила, что вот эта бабка, она мне зло сотворила, и все такое, то есть мы видим, какой конец, ужасный конец, а как эти вообще, ну, это уже другая, конечно, тема, тут можно еще много рассказать, но, вот заказ, все по-хорошему вначале, но заканчивается ужасом, и вот когда Михей пришел, его спрашивает, какой будет исход, и сказал тот ему, иди, и будет успех, Господь предаст ему в руку царя, интересно, почему так говорит, это тоже ирония, потому что он как бы отвечает на запрос его сердца, говорит, ну, нам никогда не говорит хорошего, а всегда плохое, ну, все, иди, иди, все, все нормально, и сказал ему царь, еще и еще, заглянай тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истинного имя Господа, то есть он понял, что это все, все просто ирония, и сказал он, я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пасты, и сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращается с миром каждый свой дом, и сказал царь израильский Ассапату, не говорил я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое, и сказал Моисей, не так, не я, а выслушай слово Господне, я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его, и сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в рамофе галаадском, и один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, встал перед лицом Господа, и сказал, я склоню его, и сказал ему Господь, чем, он сказал, я выйду и сделаю с духом лживым, в устах всех пророков его, Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так, и вот теперь упустил Господь духа лживого, в уста всех, всех пророков твоих, но Господь изрек, а тебе и доброе. Вот мы видим, интересную, как бы такую вот, картинку из небесной жизни, да, подходят разные ангелы, и вот дух вот этот, дух, это что, что это за дух? Это падший ангел. Еще мы можем делать такой вывод, а потому что, помните, книгу Иова, когда Господь, Господу пришли все, сыны Божии, то есть ангелы, и среди них кто пришел? Сатана. И когда зашла речь об Иове, то Господь ему что, то есть этому злому духу попустил, лживому духу, причините ему зло, попустил, и здесь тоже есть такие слова, замечательные слова, 23 стихи, и вот теперь попустил, Господь духа лживого, попустил, это называется попущение, то есть Бог не желает этого, но Он попускает, чтобы осуществилась воля свободного существа, и вот эти 400 пророков, они все лгали, потому что при них был дух лживый. И подошел Седекия, это один из таких вот ярко замеченных здесь пророков, помните, у тебя даже железные рога сделал, чтобы выразить так образно, красиво, о своем пророчестве, что рога это сила, это мощь, что ты попрешь всех своих врагов, как неужели от меня отошел дух Господень и ударил его, чтобы говорить в тебе, и сказал Михей, вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, и чтобы укрыться, ну это действительно произойдет. Так, А, еще, наверное, последнее, все, здесь уже все закончено. Вы, кстати, читаете книгу «Параллельно»? Да. Параллельно, да? Обратили внимание, что получаете какую-то дополнительную информацию из этого исторического обзора, третьей книги, в частности. Здравствуйте. Так. Последнее, последнее, последнее. Что значит, ну что-то это было. Так, давайте, ладно, тогда, наверное... А, «Сыны пророческие». Они называются «бене ха, бене има» на еврейском языке. «Сыны пророческие» это просто устойчивое выражение. Дело в том, что «сыны пророческие», о которых идет речь в этих книгах, это не пророки в том смысле, в каком мы понимаем пророков. «Сыны пророческие» это ученики пророков, те, которые непосредственно учились у пророков. Помните, там много вот, когда Саул пророчествовал и с сынами пророческими. И когда идет пророчество, то идет за о прославлении Бога, то есть о словословии Бога, о пении каких-то гимнов, так сказать, в честь Бога, пророчествовать, это не всегда значит говорить о будущем. То есть пророки и сыны пророческие. Потому что есть школа пророков, например, там будет говориться о школе пророков. То есть как можно, где можно выучиться на пророка, да? Вопрос сразу практически возникает. А что? Победут. Все, конечно, и побольше. Выгодное занятие, правда, если так прагматично посмотреть на вещи. Все же хотят знать, что будет с неведущим. И плоподушкой. Все. Это имеете в виду, что не пророчество, так сказать, в буквальном смысле этого слова, это ученичество у пророков и получение каких-то знаний, так сказать, наставлений от пророков и прославления Бога. Какие могут у вас быть еще вопросы? Батюшка, вот там богатый Соломонов, он получал там три шестерки и таланты привозили ему его копии. Вот как они вошли вот в нашу жизнь и почему вызывает такой вот, ну, что, что? Вот 666 талантов он получал, привозили ему на кораблях и его копии богатства Соломонов. Уж не знал, значит, что это такие конецы. Да, вот подошли до нашего времени три шестерки. Ну, вы знаете, во-первых, это было очень приятно для, значит, царя, в таком количестве получать драгоценности, потому что аббревиатура 666, а нужно заметить, что цифр не было у евреев именно отдельных знаков, вот как у нас, да, есть, а у них буквы использовались в качестве цифр. Вот как в церковно-славянском языке. Нет же цифр. А в смысле буквы используется в качестве цифр. Так вот, аббревиатура 666, начальник букв, хамалек лейшраэль, что в переводе царь израильский. Все очень просто. Поэтому здесь в этом даровании было, собственно, вот царь израильский, вот прославление царя израильского. И когда идет речь о 666, то идет речь именно о том, что антикрист это царь израильский. Но что тогда эти три шестерки там повесили на этом янце, на компьютере? Ну хорошо, пусть мне покажут. Как на еврейском языке, значит, где, в еврейском тексте есть 666, то, что на компьютере. Интересно просто. Нет, я просто вот с нашего мнения говорю, почему-то... Нет, ну сами подумайте просто. ну, понимаете? Это аббревиатура, понимаете? Не всегда, понимаете, так сказать, идет речь о цифрах, то есть можно по-разному прочитать. Но здесь, понимаете, когда Хамалек Лейшраэль, царь израильский, понимаете, это понятно, кто антикрист? Там, что, сядет в Иерусалимском храме. будет выдавать себя за Бога. Как его будут называть явлением? Три шестерки? Или все-таки царь израильский? Очень уж приятное будет имя для него, правда? 666. Позвольте доложить, так сказать, 666. Даже если у него полностью прожженная совесть, я думаю, что для него это не самое приятное. Все-таки он будет выдавать себя за Бога, а не за три шестерки, правда, ведь? А за Бога значит за Мессию, а Мессия это значит Иисус Христос. То есть никак не будет его имя три шестерки. Никак. Он будет выдавать себя, понимаете? Он будет играть роль Мессии. А разве Мессию мы называем три шестерки? А царем Израиль если называем Мессией? Правда ведь? Называем. Поэтому все вот эти страшерки такой интересный момент. Подхожу к отцу Леониду нашему. Машину купил новый такой счастливый. Значит вот хорошая машина все. Что-что? Новый. Значит я подхожу и я подстал посмотрел а он 999 отец Леонид что-то непонятно поминял он конечно удачился поминял конечно казалось 999 но тем не мы тем не а мало ли что подумаем что подумаем понимаете конечно какого юмора не бывает конечно ну хорошо еще какие вопросы есть вот это действительно фобия понимаете а фобия это вот любого психиатра спросите что это такое первый признак душевной болезни но что фобия человек боится понимаете он живет в страхе нельзя понимаете нам ничего бояться что? вот именно прямо от паника ну вот если понимаете 13 бояться в западных гостиницах нет нигде номера 13 о чем это говорит конечно это говорит о том что суеверный народ разве Господь скажите мне пожалуйста где сказано бойся антихриста где? пожалуйста знатоки писания покажите мне место где сказано бойтесь антихриста рассказывайте о том что антихрист придет и бойтесь его потому что он придет ну где такое сказано? понимаете Бога бойтесь царя чтите если он хороший конечно ну что говорят 13 это 12 апостолов и дешевых это так? или это водородная такая? нет ну 12 так понимаете а что ж вот люди боятся и 12 апостолов и Христа вот но боятся понимаете в суеверном смысле не в положительном смысле этого слова конечно в суеверном вот они говорят несчастливое число а как же несчастливое если это священное число то есть с этой точки зрения о которой вы говорите рассматриваемся так вопросов нет? хорошо значит четвертая книга царств на следующее занятие и получается что мы заканчиваем вторую книгу про Ипомена потому что мы мы не всю же прочитали ну что помните нет ну и хорошо если вы прочитали но как бы не вся вторая книга она освещает историю значит 3 3 так ну все